Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине» на сегодня. Сегодня, дай бог памяти, 11 апреля 2024 года. Итак, давайте посмотрим, где там фашисты получали люлей, в каком месте они атаковали, кстати, бесплодно, и сколько их, как говорится, стало нашим черноземом. Да, но прежде всего, давайте посмотрим, где были наиболее такие тяжелые боестолкновения. Это, конечно, под Авдеевкой, все там же. Часовьяр. Они застряли полностью пока что на его околицах. Вот как они подошли к окраинам, вот там они и застряли аккуратно. Вот эта дорога, по которой они подгоняют свои резервы, стала для них дорогой смерти. Там сейчас напалили техники, господи, прости, уже полно видео оттуда, видео, фотоматериалов полно. Раньше они хоть как-то подвозили ночью еще резервы, запчасти, боеприпасы и так далее. Сейчас наши ФПВ-дроны ночью их выбивают, они хорошо видят и ночью, и днем. То есть, не имеет значения, когда расисты пытаются туда подъехать, они получают люлей. Были попытки атаковать возле Работины, возле ВРБВ. Ну, скажем так, за Работиной они, да, зацепились на окраине, но вот это и все. Дальше они не прошли уже, уже долгое время там сидят. В РБВ то же самое, там они где-то застряли. Дальше, несмотря на бравурные, знаете, марши от одних пропагандистов, другие пишут, те, которые более адекватные, пишут, что все это ложь, что наступление захлебнулось. И что они несут непропорциональное их успехам потери. Это даже, это даже по словам самих расистов. То есть, видно, что ничего хорошего у них нет. Да, а теперь можно, да, по крынкам статус-кво, так оно и сохраняется. В Луганской области больше атакуют наши. Имеется ввиду под Кременной. Больше что-то еще сказать не могу. То есть, в принципе, мы находимся на тех же самых позициях, на которых находились достаточно долгое время. Вот если не считать продвижение расистов до Часов Яра, которое тоже остановлено. Да, теперь давайте посмотрим по количественным показателям. 810 путинских гельминтов отправлено на палубу крейсера Москва, как говорится, послушать там песни Кобзона. Это за вчерашний день. Общее количество путинских боевиков, уничтоженных в Украине, составляет 450 890 голов. Нормально. Интересно, когда Путин начинал войну, он рассчитывал на такие потери? Наверное, да. Знаете, вот я сейчас думаю, что, наверное, он все-таки рассчитывал. Исходя из того, что он сейчас завозит, вместо вот этих вот дурачков, которых он отправил на фронт, жителей других стран, в основном Южная Азия, да, ну, Африка тоже. То, в принципе, мне так кажется, что он все-таки и рассчитывал на вот эту замену населения пьющего. Я не знаю, понимаете, спрогнозировать или там, скажем, оценить, почему, зачем Путин заменяет мужское население удаленных регионов. Имеется в виду, прежде всего, Сибирь, Дальний Восток. Потому что из Москвы, как видите, мало могилизируют. В основном, те, вот там вот иди где-то с Камчатки, ты очень хорошо, вот тебя под нож, да, или Бурятия, или еще что-нибудь. Ну, то ж ему наплевать, там бунтуй, не бунтуй, хоть на коленях бунтуй, хоть на затылке бунтуй, ему все равно, да. Он тебя не увидит, не услышит, как говорится, такое. Да, так вот он, зачем он задумал заменить там мужское население, мне сложно говорить. Но, видите, исходя из того, что сейчас этот процесс идет полным ходом, что туда завозятся бангладешцы и так далее, ну, не только бангладешцы, там разные, да, Бирма, Индонезия, Танзания, то, видимо, это все-таки была спланированная определенная акция по такому, знаете, изведению пьющего населения, замене его на непьющее, может так. Может, ему не нравилась их расовая, национальная какая-то составляющая, я не знаю, зачем он их уничтожает, но вот, факт остается фактом. Это уже у расистов должен быть вопрос, зачем Путин уничтожает мужчинок из Дальнего Востока и Сибири. Да, пять танков уничтожены за вчерашний день, 7137 в общей сложности. Ну, опять мы видим атаки мясные. Танки после нескольких дней активного использования, их там пожгли много, видите, уже сейчас меньше стали посылать. 12 бронемашин, то же самое, маршрутки, не поняли, что лучше на гольфкарах ездить, да, их там тоже выбивают, но хоть не так жалко. Да, 12 бронированных маршруток путинских шлепнулось, 13679 всего с начала российского фашистского вторжения. Вот, но артиллерию продолжаем выбивать, 48 пушек за вчерашний день, 11452 всего. И одно средство ПВО уничтожено, сейчас их очень много выбивается, у нас появились барражирующие боеприпасы, такие же вот, как вам сказать, у нас появились те же самые ланцеты, только сделанные у нас, уже в Украине произведены. Вот, и они, собственно говоря, сейчас наносят офигенный ущерб. Рашистам есть несколько видео, где видно, как они поражают там станцию БУК, С-300 и так далее, и так далее. Именно барражирующие боеприпасы. Почему я на этом акцентирую внимание, потому что они действуют гораздо дальше, чем ФПВ-дрон. Ну, ФПВ-дрон, при всем уважении, самый мощный. Ну, а сколько он за линию фронта залетит? Ну, пускай, я знаю, километров за 10. Все. Это предел ФПВ-дрона, дальше он не полетит. Что же касается вот этого барражирующего боеприпаса, то он залетает, ну, в самый минимум, это километров за 40. Вот. А уже в этой полосе стоит весь их, как говорится, комплекс и РЭБы, и ПВО, и так далее, и так далее. Поэтому их очень можно сейчас выбивать. И причем барражирующие боеприпасы у нас появились не только типа ланцета, но и другие там тоже, да. То есть, и самолетного, скажем так, типа тоже. Какие из них лучше, какие хуже, я говорить не буду. В любом случае, и те, и другие очень смертоносные. Своего рода конкуренция происходит между вот этими вот барражирующими боеприпасами. И те, и другие наносят ущерб фашистам. Самолеты, вертолеты сейчас трогать не буду, потому что непонятно, даже вот вчерашний вертолет сбитый не включили. Окей, оставим старые цифры. Дальше. Беспилотников. Ну, сами прекрасно знаете, сегодня был налет. Я не знаю, пошел он в этот зачет или не пошел. В любом случае, сегодня было много сбито ночью, но это уже пошло в зачет за эти сутки. За прошедшие сутки было сбито 34 беспилотника, в основном шахеды, но также орланы, форпосты и так далее. Вчера было сбито две крылатые ракеты, сегодня еще много было сбито. Всего на вчерашний день 2069 ракет. И по автотехнике 50 штук. Ну, здесь абсолютно стабильно. Выбивается российская автотехника нашими, в основном, ФПВ-дронами. 15298 с начала российско-фашистского вторжения. И две единицы спецтехники. Да, две единицы спецтехники. Тут очевидно, что... Ой, извините, 6 единиц. Я уже заговариваюсь. 6 единиц спецтехники. Очевидно, что наши отрабатывают РЭБы. Вчера, кстати, красиво был уничтожен Борисоглебск. Вот. И вчера же, кстати, да, посредством ПВО я говорил, одна штука. Это было С-300. С-300 вчера как раз баражирующими боеприпасами как раз был и уничтожен. Да. А что касается спецтехники... Да, кстати, видео по С-300 уже там по всем соцсетям пролетели, поэтому не буду на нем акцентировать. То же самое было видео по Борисоглебску. Это станция РЭБ. До этого наши уничтожили Поле-21. То же самое в Херсонской области была уничтожена. Но вот этот Борисоглебск вошел уже сюда, в этот список. Всего 6 штук их было уничтожено. Не Борисоглебску, а именно единиц спецтехники. Но работают именно прежде всего по крупным РЭБам. И 1882 российско-фашистских единиц спецтехники было уничтожено. Таким образом мы видим, что, скажем так, надо если глобально посмотреть на эту всю вещь. Путинская армия стирается в Украине. У Путина еще очень много чмобиков. У него мясной вот этот вот потенциал, он конечно велик. С одной стороны. С другой стороны техника у него не бесконечна. Она уничтожается. Каждый день уничтожаются танки, БМП, БТР. И это все выносится. Выносится в одну калитку. Соответственно единственное, чем он сейчас в состоянии нас реально запугивать, это количество пушечного мяса, которое он в состоянии могилизировать. И я же говорю, вот тут у русских должен возникнуть вопрос. Понятно, что пушечное мясо без техники вопрос на войне не решит. Сколько бы его не было, его просто покрошат. И это и происходит реально, судя по потерям. Да, рашистов. Так вот, у рашистов должен возникать вопрос, зачем заменяют мужчинок, вот этих, утилизируемых Путиным, из Сибири, из Дальнего Востока и так далее, из отдаленных регионов, зачем их заменяют на Бангладеш, на все вот это. Должны быть вопросы. Хотя у рашистов, судя по всему, из-за водки вопросов нет ни к чему. Наливай, пей и подыхай в вонючем окопе в Донецке. Ну как-то так у них это все звучит.